День культуры народа Абаза отметили в Карачево-Черкесии. В честь праздника состоялась выставка, которая собрала сотни жителей и гостей нашей республики. Местом проведения стал парк культуры и отдыха «Зелёный остров». Подробнее расскажет Дарья Тандит. Гости и жители нашей республики имели возможность посетить несколько тематических павильонов и познакомиться с историей народа Абаза. Оказавшись на фестивале впервые, Илья из Пятигорска узнал для себя много нового интересного. А больше всего ему понравилась национальная кухня. Очень классно, что существует место, в котором раскрывают народность, показывают культуру какого-то общества. Есть возможность погрузиться в атмосферу, послушать музыку, танцы, попробовать национальные блюда. Что тебе больше всего понравилось? Наверное, еда. Очень впечатлила кухня. Государственная национальная библиотека имени Халимат Байрамуковой совместно с организацией Ануала Шара подготовили выставку книг 30-40-х годов на абазинском языке. Многие ветхие книги были переизданы, поделила заведующая Центрального книгохранилища Аминат Бекбулатова, для того, чтобы молодое поколение знало историю народа Абаза. Мы представляем книги из фонда в библиотеке. Здесь семантическая подборка книг по истории абазинского народа. Сегодня очень много молодежи подходит, именно чтобы берут книги по истории. Мы представляем так, в частности, раритетные издания, которые им очень интересно увидеть. В парке развернулось настоящее центральное подворье. Гости могли заглянуть в абазинский дворик и увидеть предметы быта и красоту национальных костюмов. В павильоне национальной традиционной абхазо-абазинской кухни гостям предлагали отведать и взять с собой понравившиеся блюда. А умелые мастерицы делились секретами и тонкостями приготовления вкуснейших лакомств. Готовить нашу пищу надо вкладывать в свою душу, чтобы вкусно все получилось. Наши предки готовили калорийную вот эту пищу. И мы, следуя нашим предкам, готовим в каждом доме то же самое. Внимание мужчин привлекала выставка на жест национальным орнаментом. Изящность и мастерство исполнения рукояток и клинков восхитили Беслана Салакаева, который приехал из Абхазии на фестиваль. Всегда поражают, удивляют. Я сам художник-скульптор, но я когда смотрю такие работы, мимо не могу проходить. Особое место занимала выставка картин с разнообразием стилей исполнения. Для желающих сделать что-то своими руками проводили мастер-класс по плетению браслетов. А для творческих личностей был организован аквагрим. Выставка проходила весело и поистине празднично. Продолжилось мероприятие национальными танцами и массовыми гуляниями. Дарья Тендит, Анастасия Лой, Вести Карачаева, Черкесия.